Всем привет! Это седьмое видео на тему перехватов ножа. И в этот раз мы с вами разберем одно отличное координационное упражнение на тему перехватов. Итак, демонстрируем, как оно выполняется. Обязательно разрабатываем это для левой и правой руки. И теперь саму технику. Каким образом это осуществить. Итак, на самом деле движение достаточно простое. Вы всего лишь делаете перехват от двух первых пальцев до двух крайних пальцев. От указательного и среднего пальца к мизинцу и безымянному. Таким образом это осуществляется. Раз, два. Всего лишь раз, два. И вы добавляете инерцию в одну сторону. Плюс закруглив движение по траектории восьмерка, получается визуальный эффект. Как будто вы делаете что-то невероятное и перебираете всеми четырьмя пальцами. Хотя движение, еще раз повторю, достаточно простое. Добавив инерцию, вы таким образом более качественно контролируете ваш нож. А добавив движение по восьмерке, вы почувствуете сильные и слабые моменты на всей траектории. Данное упражнение рекомендую делать на разных рукоятках ножа, чтобы достичь тот эффект, который нам требуется. А нам требуется эффект именно контроль за вашим ножом. Разработка мелкой моторики пальцев. Как левой, так и правой рукой. Видите, даже на массивных ножах это получается достаточно легко. Итак, еще раз напоминаю правила безопасности. На начальном этапе не тренируйтесь на остро-отточенных клинках. Хотя бы их заклеивайте малярным или строительным скотчем. Либо используйте тренировочные имитации. Во-вторых, данный элемент, данное упражнение не стоит рассматривать как супер-пупер боевой прием. Вы прекрасно понимаете, что это очень хорошее координационное упражнение на мелкую моторику пальцев. Но косвенным образом это будет влиять на ваш хват. На чувствительность руки, чувствительность пальцев. Которое в дальнейшем, развитие этой чувствительности в дальнейшем вам позволит более точно выставлять режущую кромку. Какие эффекты с этого вы достигнете, вы можете посмотреть на моем канале на ютубе в предыдущих, либо в последующих видео. Спасибо за внимание. С вами был Игорь Шпеньков. Это проект Мирный Воин.